опа это произошло в старшей школе давай поделись впечатлениями о предстоящем просмотре как ты думал есть у тебя какие-то мысли и переживания что я могу что там будет интересного на момент съемки первого сезона мне 16 лет ты посмотри какая я была толстенькая и глупенькая это она да боже его миллер об измене делом но мне же не стоит это все как-то иронично комментирует тому что мы все друг другу мы знаем обоих смотри или во второй серии мы гавнимся и не помню но не слабый уходит сильно что тебе больше за полосатом сезоне как-то еще скажи мы делали все и смотри какой ты малыш ну честно я тебе скажу он прям малыш он вообще не поменялся не скажу так он вообще не поменялся имени череда голоса очень теми кем мы действительно являемся вы кайфуете у вас разные характеры вы ссоритесь но все равно между нами прогорает какая-то искра и без вопросов поэтому мы еще много вместе сделаем спасибо за сезон это было классно голос честно что мы ломаем стену ломать стену означает когда персонаж начинает смотреть в камеру говорить со зрителям а так как мы не персонажи а люди то конечно мы просто будем вести себя как хотели а это и торт рассказывал который снимался в ранее я смотрел ранее так наверное первый сезон их уже сколько-то там несколько и вот он вроде бы как не было но я его не помню 14 на 15 сентября мы собираемся выезжать в сочи чтобы снять самое крутое реалити на русском ютюбе часть команды решила поехать на машинах и мы хотим начать съемку сразу с дороги мы только собирали вещи и готовили камеры как друг сочи на машине долго мы задолбали то чего не ожидал никто из нас через час мы должны отъехать сочи что происходит я собираю вещи собакой малышка что нам красивее почему она так как нам выезжать вот уже через два часа мы договаривались мне неожиданно пишет один человек ими назвать его не буду потому что вы знаете этого человека уже или сейчас узнаете не знаю как это там все расставили пишет один человек хочет встретиться со мной я говорю что я уезжаю и человек наставит на именно встречи я говорю ну хорошо приезжай ко мне прямо сейчас этот человек приехал ко мне мы сидим общаемся в моей квартире на моей кухне не было причин на как бы переживать и так далее этот человек значит рассказывать знаешь почему гера с тобой расстался почему и мне говорят ну потому что у меня влюбился я привет дорогой крис мое почтение ток подписался хочу посмотреть на твою другую сторону стримера хорошего стрима братан до встречи на матче его со блин кто это сделал почему меня не высвечивается посмотрите в телефоне а у пить а я так и подумал про спасибо это должны 10 рублей сотка те самые стримеры те самые зарабатывающие в раз спасибо этот чувак ко мне нам на босс гоняет ну и мы так общаемся просто после этого я сказал больше тип и все и когда я осталась одна не самое что мне хотелось это просто забить на всю эту поездку 1600 километров девятнадцать часов я не верю в 19 часов у меня тут 25 наверное 30 моя ставка 31 смотри выехали мы ставлю 24 24 ты думаешь то есть вот этому ты считаешь приводится всего лишь 5 я думаю 5 часов мы только на заправке туалеты потратим я думаю что мы за 26 доем понимаешь и зачем тебе шутка это была моя вода вроде не вред был это в прошло это в прошло немножко инфоразворот посадить тех кто в ссоре на передней сиденье ну это машина миллерша и она ее машина и она просто не хотела сидеть ни на каком другом месте не спереди ни на своей машине а вот водитель теперь твои губы теперь были там где мне надо было быть а это наша машина а ты на сколько лет здесь конечно ребятки я буду девятнадцать наверное Хошин Володя вон я и тут Алиша Найпиш на навигаторе восемнадцать часов ну девочки мало где все бэд барби ну а бэд барби не было тогда еще а кого еще а чана они на самолете полетели кика была тоже нет снимала только те кто и есть в машине кого еще знает Джекеля Джекеля а Эльзы еще тоже не было на самолете не было а почему тридцать в счет все ну потому что смотри каждая остановка будет минут двадцать правильно останаться будем каждые сто километров но но слышь Володь включить разговор не надо так разговаривать сейчас нахуй видишь отсюда мне очень смешно Тим пожалуйста Тим Тима месячная Бро 6 утра я скучал я скучал я брать тебя очень сильно что на сколько охерели от того что услышали Володь думает что это пранк поможет ли пранк это пранк я вам отвечаю это все постанова а в той машине кто ввели он один ехал нет и вот операторы он тоже нет а филиш а филиш смотри боже смотри типа просто выплесну всем что я чувствую мне на самом деле очень подкупает мне очень нравится что вот это вот непосредственность такая ну может быть даже в какой-то мере детская в том смысле что сбила ну короче то что вот так вот искренне все важно так вот и вот я просто сидел думал вот она рассказывает искренне переживали вот меня сейчас так посади ну а грубо говоря вот там снимают жизнь условно в доме да всех там заселили и у тебя что-то произойдет вот так посадят и если бы я был бы наверное вот типа в каких-то первых первые опыты знаешь первые какие-то вот такие вот жизненные удары стрессы и так далее то тогда было бы все гораздо эмоционально потому что собственно ты черствеешь и такой ну типа вот там а тут видишь именно все вот эмоции распирают и поэтому это круто что вы маленькие здесь ну молодые и от этого ну типа я не считаю что тут знаешь типа ой там вот я хочу рассказать а именно что реально вот вот все знаешь наружу наоборот хочется этим поделиться прикинь как мы с вами вообще офигели когда вот ну там покажут что дальше случилось но нам просто выезжать и Ева приезжает и мы такие а мы типа с Лишей вообще ничего не знали ну и многие из дома ничего не знали мы такие что я ей говорю вот это вот ощущение знаешь детей которые варятся вот в этом что случилось а как так можно а как вот и вот это все подкупает очень реально дети ну типа даже сейчас она ну я уверен намного и выглядит взрослее и как-то эмоционально и вот мне кажется если бы сейчас бы какая-то ситуация была бы она бы уже ну вряд ли бы так реагировала а вот это вот в этом есть какая-то такая знаешь искренность и непосредственность а не у меня и потому что ну это не уважение ко мне а как оно прошло чистота Сначала поступает сообщение от Евы. То, что она сейчас приедет и просит, чтобы Герман всех собрал. Потому что Ева хочет рассказать какой-то сюрприз. И ребятки, гайчики. Заходит Ева, я собираю всех ребят. К нам в комнату прибегает Тим и говорит, выйдите быстрее, Ева хочет сделать вам сюрприз. Я вообще на позитивчике выскочил. Смотрю, Ева говорит. Тебе именно собаку принесли? Нет, в общем. Мы слушаем. Это очень важно. Я подумала, что реально будет какой-то сюрприз. Да, я думаю, что-то приятное. Да. Пинки привезла. Я очень долго думала. Говорю, что вы. Смотрите, что природа так кьют, что вы в домике все вместе, как в лагере. На самом интересном моменте... Я перемотаю и погружусь в атмосферу снова. Я просто хотел отметить, что вот ночью... Все... И вы что-то бегаете, типа, сидите, диваны. Все все время общаются. Блин, так круто. Мы уже выезжаем, да, все вместе. Я очень долго думала. Говорить вам это не говорить. Наверное, тут нужно было увидеть мое лицо, потому что я хватаюсь за голову и говорю, нет. Она сейчас уйдет из их сосью. Мне очень сложно, я вам отготовила, я даже готовилась, я тебе это скажу. Что мне было бы хотела мать? Что за это, как ее зовут? Сейчас, я Фрида. Я перед выходом покрасила брови, чтобы на море они как бы выгорали. Ну как всегда, я понял. Просто так вышло в тот момент. Немножко Фриды, здравствуйте. Здравствуйте. Все слышали, да? Да. Она проверила, что все есть. У нее в голове, видимо, та самая речь, которую она сейчас будет херачить. И она просто говорит, ребята... У меня вопрос. Знаете ли вы, что Герман с Ренатой трахнутся? Я просто сама так уникала пару часов назад. С Ренатой. А, блин, ну, фиг, кто я, какой он? Риточка, я ее в ержи, ты ходишь, но ты явно не знаешь. Или знаешь? А, может быть, она в ТикТоке попадалась, я еще спрашивал, кто это, и ты говорила, что это, по-моему, нет? Ну, девочка рыжая. Ну, наверное, я пойму, как он еще. Ну, как бы я могла ей позвонить Герри и вот это все как бы рассказать. Нему, что я все знаю. Но я решила, что я просто хочу сделать так, чтобы он почувствовал, насколько мне было больно и неприятно. Кем ты? От Рената. Риточка ВВВ. Вот, я узнала об этом в нем пару месяцев назад. Стаса достаточно не фейклая. Момент, который я часто говорю, что... Как странно себя у всей этой ситуации стоит Гера, ведет себя, типа, такой. Как будто он такой стоит, так, это интересный контент, снимайте, снимайте. Ну, типа, странно. Меня предъявило есть кексо, то, что я вижу вечно какую-то фейковость. И здесь Ява смотрит на меня после фразы. Они трахаются. Стас, я сейчас достаточно не фейклая? Вот. Узнала об этом пару месяцев назад. Она к ней приехала, сама мне это рассказала. И они союз встречаются. Мы с Гером встречались. И она мне сказала, что многие из вас знают. Ну, мы едут. И почему мы не говорим? Нет, она сказала, зайдем, зайдем, зайдем. Мы не могли это никак рассказать, потому что это не наш секрет. Мы также хорошо общаемся с Евой, как и с Германом. И это их личные вопросы. Просто с Германом я решил поделиться. И это было бы неправильно выдавать чужой секрет. Я в этот момент не чувствую никаких проблем в этой фразе, потому что для меня есть секрет у людей. И я не лезу в этот секрет. То есть я понимаю, что в это посвящен Герман. Это его проблема. Эта проблема витает в воздухе. Многие о ней знают, но каждый понимает, что он не имеет права прийти. А у тебя не возникла потом мысль, что все это постановилось со стороны Геры, чтобы была и соправная точка для реалити? Что эта девочка сама пришла, сама ей перед отъездом рассказала, и тут-то все понеслось съемка? Ну, я не знаю, потому что... Ну, просто я не могу на него смотреть, потому что он стоит такой... Ну, Гера... Так, все под контролем. Это просто Гера, ты же понимаешь? Ну, там два вот этого, он думает... Ну, я только ни в коем случае никого не сжигаю. Просто мысли... Ну, уже же сколько времени прошло. Просто мне почему-то вот сейчас показалось, что все слишком... Как снимаются, да, типа, я сейчас вспоминаю какие-то, что я смотрел по телевизору, на Мостове раньше бывало показывали какие-нибудь, типа, топ-модель по-американски, еще что-то. Ну, понятно. Нет, в тот момент не Мостово, потому что мы, во-первых... Так, что... Мы офигели. Во-вторых, потом, когда ехали машинить, Тим рассказал, что это правда, и это уже, типа, происходит очень много месяцев. Он нам рассказал какие-то подробности, и, типа... Ну, просто, грубо говоря... Что Герман такой... Ренат, слушай, расскажи Еве. Не, я не знаю, я не думаю, что так. Не хочу. Ну, может, слушай, я не думаю, что так. Просто у меня вдруг возникла мысль, что, типа, грубо говоря, об этом рано или поздно нужно было рассказать, но именно это все... Ну, как рассказала Ева, типа, Рената очень много раз пыталась, типа, рассказать, даже когда они были с ней вместе в Турции, но не смогла. Конечно, Рената знала, что мы, наверное, поедем снимать Диалити, и знала дату выезда, там, отъезда. Ну, я... Сто процентов. Ну, просто, с одной стороны, типа, то, что я говорю, звучит странно, ну, типа, как будто такого не может быть. Я тебе говорю, не режиссеры, никто не знал. Ну, понятно. Что там делала Гера, я без понятия. и додумываю, типа... Мне сейчас это просто неинтересно. В жизни Евы и рассказать ей, ты знаешь, вообще-то, за твоими глазами происходит то-то-то-то-то. Это дела Германа. А ты, Гера, жалкий. Ну, в тот момент я подумал... Вау. Я подумал, какая Ева крутая, что она так сделала и так сказала. Я не думал, что она вот так вот может это сказать на камеру. Ну, если вы не ставите это в реальте, я это просто скажу в сторис. Потому что я хочу это рассказать. Будьте дебилами, если вы этим не ставите. И тут просто гробовая тишина. Я просто... Офигела. Кто-то с кем-то занялся сексом, какие-то дыжи девочки. Девочки, я в шоке на самом деле. Оказывается, Герман изменил Еве. Я такой думаю, ну, что, Герман, как-то не круто. Ты мне точно не постановлен? Ты просто переживаешь. Вот вчера мозги распали, и он мне говорил такие вещи. Ну, типа, он в интернете такие вещи не говорил. И я думаю, ну, типа, все может получиться, наверное. Правда, что я тебе говорил? Что? Все, что я говорил. Ты для меня умер. Ты для меня умер. Это просто выстрел. Ты говорил, как у вас нет отношений? Хорошо общались? С кем? С Шмелевым. Стасом? Да. Классно? Да. Кто знает? А чего он ушел? Ну, он занимался музыкой. Если честно, я не помню. Я не знаю, вернее, что там дальше произошло. Но в конце этого сезона мы так офигенно, типа, у нас была компания, это я, Алиша, Тим, Мишель, и Стас, всех, и Ева. И мы так офигенно, типа, проводили время. В конце, после того, как сезон доснялся, Гера очень сильно заболел. И нам пришлось еще на 6 дней остаться в Сочи. И эти 6 дней, ну, как бы все операторы, они улетели, они уехали, как бы все. А нам пришлось остаться, и мы каждый день занимались какой-то херней. Мы выкидывали вещи из номера, с балкона. То есть мы начали там, с ложек, с вилок, с сковородок, закончили диваном. Ну, мы выкинули просто диван. А это отель был, или вы же не в доме? Да, это отель. И что вам сказали? Это типа офигенно был отель. Нам потом счет выстоит. Мы такие, типа, а это начали делать до нашего прихода с Алишей. Мы такие, а зачем вы это делаете? И Стас такой, потому что можем. И мы просто начали выкинуть этот диван. Это оттуда это фразует? Да, мы начали выкинуть этот диван. А там вот куда мы выкидывали, с той стороны была стройка. А зачем? Просто по фану. Мы просто выкидывали вещи. Мы потом пошли на эту стройку, начали доставать этот диван. потом надо было через пляж пройти мы остановились на этом пляжу вытащили диван бедный остановились там разделись пошли купаться ночью ну типа там вообще было очень весело потом играли там в 36 вопросов когда узнавали друг друга типа получше но было очень круто 36 вопрос прикольно не надо с тобой сыграть ну я тебе уже предлагал у меня давай записи руки от моего доктора пайпера извинений можете подошли черри ванила ребят курить сейчас мы зарядим кто курит дети завтра школа чё как звука картинка настроение на телефоне посмотреть что-то он тупит не показывает так дальше обновляется все три человека нормально муци спасибо друзья и у продолжая смотреть 2 после тебя и тоже не изменил уже рассказать нет мы встречались мы расставались мы встречались мы расставались нельзя было расстаться в один номер и не было очень сложно чтобы расстаться так он перестал что девочкой зачем за девочкой рассказал не знал то и делать она не было жалко типа он и там и сам а на самом деле вообще там с 3 ну короче короче ладно я забираюсь я ничего не знаю это по крайней мере это интересно даже если вдруг кого-то это и было задумано они просто хотели выехать сейчас мой просто молоте это постанова по мне поменять вот как уточнее не поменять а просто чтобы ты хотел как наше общение бы стало лучше ну поначалу не очень было скажи готовит чтобы мне было интересно влад хошин тиктокер он был с нами изначально в команде но потом ушел почему ты же не сам не прослушки знаешь как тебе ему просто было легче одному работать и у него очень хорошо получается чтобы все преобразные не сможете вообще случилось на конкурентах а вот он к нам стал и в принципе сейчас не особо что можно поменять просто чтобы мы стали с тобой ближе нужно провести время попросту и ближе ко мне да просто попросту по почаще быть спасибо так то я тебя уважаю я тебя тоже люблю молодь он сказал последний да нет я сейчас скажу что мне нравится в тиме тим мне вообще последнее время не рады почему не станешь сначала он был зайка сейчас вообще не зайка негодяй как ты знаешь какой то ты злой негативный всегда тебе подойдешь ты всегда негативно несешь нет шутка пошутить а ты блин молодец уже нет шутку пошутить а так подумайте все искренне типа мы мы самые крутые мы собрались здесь нас на завтра будет 31 человек говорят жаль этот новый участник конечно с нами мишки нет Что ты, что ты полгода, мама, сухо я попрошу, где я тоже ненавижу себя еще больше, потому что я думала, что он хороший. Ты как? Творец. У нас все заспали, потому что начали обсуждать, что нам не нравится в друг друге, в вид поездке. Что вы хотите поменять в нашем общении, чтобы оно стало лучше, и мы такие садимся, спать. Хочу рассказывать, полная жесть. Вы как-то не подняли к тебе. Не подняли к тебе? Ничего не подняли. Я ничего такого не сделала. Ну, это нам еще с этим предстоит разобраться, как бы. Вот она уже была. С этим нам предстоит, как бы еще разобраться. Я вот такие вот включаю. Я тоже заел миллиард. Вот как. Хочешь, что комплимент сделаешь? Что я сейчас миллиард раз лучше выходила? Ну, и миллиард, но ты стала выглядеть лучше. Ты еще никогда не разобралась. Я тебя никогда не врал. Я тебя ни разу не врал. Человек, возьми, пожалуйста. Мы как бы не врали, мы просто не договаривались. Ха-ха-ха. 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 Воронит как-то, по-моему? Нет, нет, нет. Не навеют. Он, че, не урод. Урод. Где его по-русски-то? Урод. Урод. Ты в чём у него делаешь? Кто? Я ведь еще с нами. Подожди, ну давай разберемся по факту. Вот он с ней встречался. Ну. Ему стала больше нравиться другая девочка. Ну. У них стал завязываться роман. Ну. И потом они перестали с Евой встречаться. Ну. И он в какой-то промежуток времени общался с другой девушкой. Потом у них там начались разлады, и он подумал, что Ева ему дорогая нравится больше, и снова стал с ним встречаться. Да. Ну ты не слышал, там он вообще дальше другу расскажет. Что? Ну что он типа вообще Ева на самом деле никогда, блять, не любил. Опа. Вау. И что он вообще не Ри, не её, а вообще Джи Третий любит. А что если это была у него попытка вызвать ему эмоции, Ри? Не знаю. Снимаем. Ну Лиша. Что такое? Что? Что не так? Ты сам говорил снимать? Что? Снимаем? Чё ты уходишь? Ты тупи. Ну что? Что такое? Говори. Ух. Перед тем как Ева приехала в дом, она мне пишет, у меня для всех ребят сюрприз и улыбающий смайлик. Я подумал, что Ри ей не рассказала ничего. И я подумал, что то, что мне говорит Ри, что она ей рассказала, это она специально меня на понт берёт. Есть проверенный выход. Чеченцы. Но как только она зашла, она обняла меня. Она была весёлой. Ничего не предвещало беды. В общем-то, собственно... И всё. Влад знал. Что? Влад знал. А я попал? Что? Это крич. Что? Почему крич? Какие? Тебе? Ты смотри нашу ужасную комнату. Это твоя с Олишей? Да. И Мишель. Это там втором этаже, который я вырез... Не, это на первом этаже, который в Борщадь. Мы пошли в комнату. И к нам заходит Герман. Мы говорим, Герман, ты норм? Норм норм, теперь все-все знает. Я думаю, что ты думаешь, что ты достану? Я ближе как ты сейчас заказал. Молодя просто в Альфер. Нет, просто Ева написала, типа... Я хочу там сюрприз это сделать всем. И ты понял сразу, да? Нет, мне Рената написала об этом. Она тоже ознавна, что она хочет сказать. Это может она шучит. Кто? Рената. Она мне написала. Типа кого? Ну типа а-ля на фонт меня берет. Мы просто сегодня с ней расставились. Сегодня? Да. В смысле влог. Ну как сегодня? Нет, неделю назад расставились. Окей, в Турции расставились. А с какого вы сейчас повстречались? Три месяца. А с Лизой? А с Лизой? Нет, мы сошлись потому что с парнем. Ну, короче, мы три месяца с ней встречались. Дву девоченьку нет. Будь бог, что она узнавает. Ну, я думаю, что ситуация уходит. Я захожу в комнату, сажусь с ребятами и ребята в шоке. Я до конца не понимаю всей ситуации. Ребята такие, а может это как-то постанова? Я говорю, да вряд ли. Ты наоборот говорил, что это постанова. А, да. Я думал сначала, что это все постанова. Потому что все резко ворвались камеры. Началась съемка. Думаю, такой сюжет вряд ли кто-то придумает. Но потом выясняется, что это правда. Кто-то с кем-то переспал. Рыжие люди тоже там. Я немного, блин, так сказать, запутался в этой ситуации. Но я высказал свою позицию. Сказал, что Герман не прав. У нас сегодня просто с Ри была фотосессия. У них? У меня с Ри. Какой? Ну мы типа для Урила. Я думал, что она будет сниматься в клипе у меня. И мы сделали фотосессию. Но в клипе она уже, видимо, не будет сниматься. Ну ты порчаешь. Ну а как бы сегодня все могло произойти? Ну короче, мы сегодня делали фотосессию. Объясняем. И после фотосессии мы сидим в машине с Ри и выясняем наши отношения. Как бы она меня очень любит. Я не очень. Я как будто остыл в последнее время. И мы типа утверждаем то, что мы вроде как расстаемся. Ты скажешь, что неделю назад расстались? Ну неделю назад расстались переписки. А тут мы встретились. Ага. Я в этот момент ревнула меня к Ренате, что у нас не фотки всякие крутые мы сегодня делали. Ну типа мы там секс в фотке делали, жесть. Типа она там сидит, у нее жопа там видна, короче. Ну как обычно. Ну Лена-то любит. Да. Ева ей написала, приедь ко мне, типа. А Ева написала ей, приедь ко мне, чтобы рассказать о том, что позавчера у меня был секс с Евой. Реально? Да. Ты дура? Ну да. Ну я послушал, я посмотрел на тебя в зеркало. Чтобы рассказать о том, что позавчера... Ну как обычно. Ну Лена-то любит. Да. Ева ей написала, приедь ко мне, типа. А Ева написала ей, приедь ко мне, чтобы рассказать о том, что позавчера у меня был секс с Евой. Реально? Да. Мне ничего не дура. Переведи быстренько, что-то я запутался. Кто кому ничего звонил, сказать. Не Рената первая. Рената, короче, рассталась вот в этот день с Геном. И пишет Еве, типа, можно я к тебе приеду? А Ева пишет, типа, Рената, типа, да, приезжай, потому что Ева хочет рассказать, что они с Германом сошлись. А Рената, наоборот, хочет рассказать, что он на самом деле с ней изменял. Ну окей. Ну да. Ну Керман, ты нормальный? Нет, да всё нормально. Такая переживаешь. Ну Керман, ты нормальный? Нет, да всё нормально. Мне вам об этом рассказывает. Ева об этом рассказывает. А Ря рассказывает? Конечно. Ну конечно. Но Ри сама со мной рассталась неделю назад, и я Ри не изменял. Ну, вообще, Ри. Ну, как бы. Да нет, нормально. По сути, нет, ну, понятно. Ну, короче, пи***. Ёб***, рок-н-ролл. Хочется плана. Ну, ладно, прикольно, что ситуация по факту. По факту ситуация. А вот такая п***а еще моя главная. Только у папочки. Я за него. Ну, я верю ему, что он ее любит, потому что у меня было что-то подобное. Когда я рассказал это девушке, я ей посерьезно говорил, типа, да, у меня такое было, но я... Чувак и... Это тот, который сидел за крутяшками на голове? Да. Я люблю, и... Ну, и что? Это вся информация? Ну, они были в команде с... Я девушка была у нас в команде, он, типа, тоже был в команде как прицеп. Потом они просто ушли из команды. Ну, короче, ненадолго. Тоже тебя любил. Я же так люблю Еву, потому что там, ну, как человек... Чего ты п***? Я Ева обожаю для человека, п***. Типа, я очень люблю, я за нее всех убью. Ари, как ты ее любил? Человек или нет? Нет, не знаю. Как картинка? Нет, как девушка. Очень сильно горит, реально. Ну, как так можно? Мне очень жалко Еву и вообще Герман странный. Мы говорим, Герман, зачем ты так делаешь? Он говорит, ну, я дурак. Поздно. Она стала точкой. Краткой задерживаться. Спасибо, Паша. Я. Да. Смотри, Сиди. Скажи мне так, первый начало шоу. Что, может быть, круче? Конечно, у нас, вон, операторы в б***ю просто. Да. Никита, ты же понимаешь, да, что это не пустаново? Я до сих пор сомневаюсь. Если честно, это был чумок. Я сегодня, когда наверх к Герману поднялся, он спросил, что думаешь, я ему сказал, урыло. И абсолютно точно, что его в жизни никогда так не урывали, как сегодня. И поэтому... Что вы вообще говорили? Гера спросил у Стаса, как тебе эта ситуация? А, он говорит, что она его урыла. Урыла, да. Конечно же, ты должна быть нам. А каламбур... Все этой смешинки в том, что у Геры накануне вышла песня Урыла. Угу. Причем с любой фотографией. Что-то должно быть, что отсылает им это на эту ситуацию. Когда ты сердце в голове... С 9 лет здесь. Когда ел вначале, человек говорит, и сразу... 16? 17? 17, наверное. Ну, нет, наверное... Выглядит совсем как малышка. Или 18. Что-то как будто бы такого себя. ...на 100%. Когда она приехала, я удивился то, что... Во-первых, она ушла в туалет, во-первых. И готовилась. А второе, когда она вышла оттуда, то она, здоровая со мной, была веселой. И я подумал, хм... А мне было весело настолько от того, что я так же приехала в час, и я так хотела это сказать. И у меня так была радость, что я наконец-таки приехала, и это скушка, и так было сейчас, я просто... Я думаю, что она просто ощущала, скажем так, освобождение от оков. И это... Ну, что-то истерическое же улыбка. Это не... Это веселье не... Не радостное веселье. Это... Веселье на истерике. Когда... Но, тем не менее, она понимает, что я сейчас скажу это, и я стану свободнее. Во всех смыслах. Были... Свободнее. Два с половиной месяца, три почти. Скрывал от нее это. И мне было очень тяжело это. Я... Скрывал это из-за того, что... Не хотел ее ранить. Не хотел ее бить. Потому что я... Пипец как ее ценю. Я пипец как... Дорожу ей. И да, вы сможете сказать, что ты бы так не сделала. Я бы так ее ценил. Но чувство есть чувство. Влюбленность есть влюбленность. И для меня всегда какие-то чувства, влюбленность, любовь, сердце всегда важнее, чем какие-то логические поступки. Поэтому вы можете увидеть, что я не сильно злой. Не сильно как бы парюсь. Потому что я обязательно бы ей об этом рассказал. Просто чуть позже. Я думал, что в Сочи я это расскажу. Но я ей это рассказал Ренат. Я до сих пор не верю. Можете избивать меня палками. Я не верю, если честно. Ну, я, может, посмотрю, поверю. Но пока что я не до конца впервые, что это правильно. Посмотришь, что это видео? А может быть, ты просто поживешь в следующие 10 дней с нами и поймешь, что, ну, как бы, факты есть факты. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, нет, вообще можно было догадаться, если подумать, очень хорошо было. А как очень хорошо? Ну, не знаю. Естественно, я не видел. Блин, не такая, это как раз. Реально было? Да. Нет, все говорили о том, что Рея офигительная, что ее нужно брать в дом. Нет, ну, это реально, может быть, какая-то... Это первый факт. А второй факт, Ева позвала сама Ренату. Да, это мой. Это второй факт. И то, что Ева позвала неделю назад Ренату вместе в Турцию, и там Ренату умудрилась не рассказать. Я максимально был уверен, что за раз скажешь, что я буду в Турции. Мы тебе с Астасом... Я был настолько уверен, что когда ты сказал, Ева едет, просит всех собраться, я просто взялся за голову и сказал, что сейчас будет. И ты сказал, что нет, не будет, не будет. Я сказал, что все, лови, сейчас Ева зайдет и покажет такие яйца, которых не было никогда до этого. Ты неожиданно, а что? Ну что, ну вот так бывает. В общем-то, так вышло, все в жизни бывает. Да, ну, в общем-то, просто что из этого расстраивало, все, да. Ева сама виновата, что ты виновата за ДРФ. Да, Ева сама виновата. Ева, в чем виновата? Да, вы шутите. Я еще не считаю Еву виноватой. Когда он вышел, и это было за кадром, он сказал, добро пожаловать в самый честный сезон. Вообще, жизнь сложная, что-то большое интересное. Это мама Герман, тут Татьяна наша любимая. Кьютик, главный вообще в этом реалите. Ну, все будет хорошее впереди. Не потерять надо. Все самое лучшее, что есть. И все ее внутри. А что тут камеры делают? Я пишу. Я пишу. Вся жизнь игра. Весь мир театр, а люди в нем актеры. Ну, короче, я все равно себя правду. Волик. Вся жизнь театра, а мы в нем актеры. Ну, что? Ну, что, как думаешь? Германа, конечно. Я думаю, Шекспира дай проеду. Это слова великой Татьяночки. И без спорта. Вся жизнь, вся жизнь в долг. И люди в нем актеры. Кто сказал? Вильям Шекспира. Крутой. Урод ножки. Я не участвую, если что, Женя. В вашем шоу. Я живу жизнь. Я не играю. Так мы тоже живем уже. Ну, видишь ли, Бернард Шоу говорил, что жизнь комедия для тех, кто живет. Правда? Жизнь трагедия для тех, кто живет в сердце. Я хочу, чтобы ты был счастлив. Это понятно. Жей. И чтобы ты был счастлив. И достиг своих великих целей. Я тоже хочу, чтобы вы были счастливы. Я буду счастлива. Как любая мать, тема счастлива тогда, когда счастливы ее дети. Я говорю не только о Гере, я говорю о всех вас. Такая же жесть. Я не могу, она очень милая. Да. Ялочка. Где твой паспорт? Можете положить в этот, в форсетку? Можете, знаешь, как фильм их наставник, еще сияние должно быть. Просто ним где-то там. Помните, дети мои. Ну все, надо выезжать, потому что я уже все. Если что-то, что-то докуплю. У меня вопрос. Почему я не могу поехать на переднем сидении в своей машине? Можешь все. Мне говорят, там будет оператор. Можешь, можешь. Мы хотим первые часики-полтора поснимать, а потом у меня... Нет, Ева хочет прийти. Пожалуйста, мы думаем, что нам так сложно, что ли? Хоть раз живи. Ну, они все подснимут, там видно будет. Там видно будет. Я тоже так считаю. Окей-кей. Спасибо. Ева, ты взяла с собой свой паспорт? Татьяна за этот троллит. Да, да, да. Вы меня за троллили. Мне, кстати, сказали, что этот паспорт возможно восстановить, не переделывая... Татьяна? Нет, она никогда не шла в доме, она просто приезжает там, именно так, когда там надо по работе. Ну, ты говорила, что когда их нету никого, ни Мэри Сэн, ни Геры, что она как за главную, да? Ну да. И Степка. Номер и все такое. А где Степка? А где Степа? Ха-ха, вот это по-втору. Ну, это же невозможно, чтобы он не был, например, сезониками. Киска. Ну, что это? У него вот здесь прям не красота. Нет, Степа был. Он просто на самолете летел, все вспомнил, он просто, как будто бы не появлялся. Ну, его сезон вообще нет. Что, колесо пробили? Да. Мы просто, короче, едем, они такие, чуваки, типа, у нас пробило колесо, а они ехали там впереди чуть-чуть, и мы такие, сейчас, типа, мы к вам подъедем на точку. Ну, я так боюсь, что мне когда-нибудь придет колесо, это такая же сверденькая. Еще, посмотрите, где там вообще в блоке? Да, абсолютно. И вашему вниманию... Вашему вниманию представляется... Наше колесо! Это постанова. Знакомься. Тим, постанова. Не, вот ты едешь, и вот это происходит. Что ты делаешь? Я из того ряда начинаю перестраиваться в правиле. Машину трясет, да? Машину начинает потряхивать сзади. Ребята оттащают... Я еду за лед, да? Ребята оттащают лучше, чем я. Я не сразу не понимаю, когда понимаю, то уже начинается дым, и я паркуюсь. Разве машина сломалась? Ну там вообще какой-то жертвы мира абсолютно были, я даже не могу сказать где. Ребята, ну чтобы на нее было скучно, Ло взял кроссворды с котом, 300 семьи. Здрасте. О, это мои прежностивые. Доброе утро, страна. Я собираю в Сочи девчонок драть, шутка. Главать, вы заряд. Мы ездим, ура! Попадем, мы ездим! Сколько селых сезон? Сильные женщины. Сильные женщины. Спасибо. Хочу в белый покрасить эти вставки, странные, они мне бесят. А я здесь не хочу в чок. А я хочу колеса еще больше. Знаешь, можно побольше. Я хочу тебе фарда нормальная. Да, да. Можете положить ее... Я гитара. Еду. Существует. Кейс от гитары найти. Если кейс не будет, надо его купить завтра. Я считаю, что она не права, что она тебе рассказала. Я считаю, что она права. Я хотел тебе сам в Сочи рассказать. Хотел, но не рассказал. Хотел сам в Сочи рассказать. Да, то, что мы вчера спали тебе... Ну, пух. Не, не пух. Это именно поэтому я хотел тебе рассказать об этом. Да? Вот вчера ты так вообще тебе было норм. Мне не норм было. Мне уже все равно. Мне не норм. Я именно из-за этого хотел рассказать тебе. Все. Из-за позу вчерашнего. Именно из-за этого. Я не знаю, как у нее хватило смелости. Она приехала ко мне домой, сидела напротив меня в моей квартире. И если бы я была какой-то пчелкой, я бы взяла нож и убила бы, если бы у меня ведь не так все было с головой. Но я просто сказала... А ты не думаешь, что это может на пользу пойти? Что? Правда. Что? Ты же знаешь, да, что я, ну, полтора года Машу любил? Что? Ну, знаешь. Кирк, у тебя все хорошо? Нет, ты знаешь же это. Окей, что? Она причина того, что я перестал любить Машу. Что это такое? А это не та, которая сейчас тусит с этой... Да, она. Да, она. А это не та. Это хим-сек-сек. Да, кис-сек. Да, она. В том, что я в нее влюбился, и она в меня в тот момент. В чем? Тручок хороший. мы реально ловились что нету колеса нет смысле есть но как мы его поменять точка 3.3 . и здесь лицо тима которые не переглядят оба да я понял про кого он чат попустили чуть-чуть дойдем на секунду и посмотрим ты помнишь как усилий хочешь предложение ваш канал зрители фоллеры просмотра чат-бота цена так и понятно все в сезоне так все по-другому все вместе как же скучаю по этим моментам мы тоже скучаем вы лучшие мяу привет давайте борься вместо эфиров там и так практически все время я бачила со своими не скучно она не так бля цикаго я конец и секунды лучше водите весь трудный подростки короче потому что что-то искусственно давать трудно по росту смотри но мы не будем первый сезон он реально мы все-таки такая атмосферная стримка вы друзья сможет запускать почаще будем стараться честно год и птп тоже был спали просто видите я хочу как бы трудные подростки сохранить на несколько этапов приглашать разных гостей мы с крести уже смотрели серию и да и мы приглашаю я разных у меня уже я смотрел из кристи с гуфиками смотрел смотрел с кем ничего есть а с корешами со своими смотрю к мужик как настроен люблю кристина у меня сегодня рождение далее описывает меня это же хочу узнать раньше времени мы являемся теми кем являемся а у впервые смотрю сейчас начнется полный ребят трудных тоже посмотреть я все это было так давайте он прогуляет 72 скандал тут написано скандал 1600 километров 19 часов езды она уйдет ведь сегодня цель посадить мать ну ты зацени а я красота немножечко драма за неделю почти 2 миллиона просмотров среди топовых комментариев это грязное хайповое шоу зачем все это показывать и герман оказался последним мудаком ты уверен что хочешь продолжать что там думали что это просто при всем обожание и бесконечно любви искренне без иронии к всему тому что вы делаете я тоже как бы такой типа сказал что нет смысле что я биомусор подумать поэтому скрины переписок и фотографий в студии а а а а а сегодня свое тело постоянно показывает что но для нее это норм какой фактор для тебя станет каким-то решающим что ты поймешь ну это точно правда то что вообще про все ну я вообще знал как ты можешь видео какие то должны видеть там фотка наша не дата 20 июня вот вот классно ты должен сказать то есть вы настолько подготовились ну да так у меня в голове и звучит ждем автобус который вы все восемь серий 4 сели туда 4 обратно говорила что не хочу приключений на попу когда мы собирали что что все прослушал что тут обещают я только говорила что не хочу приключений на попу когда мы собирали тетки это такая фигня как обычно ну это не пробовала мы выезжаем на машинах я думал что я поеду на самолете поеду на самолете просто самолет у нас на наверное на роликах я на нем поеду я думал что я полечу на самолете с Мишель с Дашей Джанкелли вот но оказывается я передумал я такой думаю о чем я делаю целый день скучный я поеду на машине ребят что могу сказать мы застряли в какой то яме мне очень страшно я хочу спать ну ладно круто я на педаль вообще нажимаю у меня очень весело я хочу вот так бля как вы не поняли что вообще собака это фрик приключения вообще серия началась с того что полный пик то есть первый день в сочи ребята приехали на машинах рано утром и легли спать остальная часть команды подтягивается в течение Вот да! Давай! Давай! Хексексер! Бери за сумку! Давай девочка, я уже возил сюда Это не яманьки Давай! Я вот так себя стучу, я не знаю, что это я Здравствуйте Здравствуйте Я хочу посмотреть кровать и один я не буду с вами в нашу комнату сказали то что мы будем спать кристины и с алишей только у них комната у нас диван и вопрос решает знаешь дракой нет по паспорту то старше тяны кровать то пизде ките на диван мне вообще все равно я ехала 26 часов я тебе просто говорю как по факту на будущее чтобы вообще по жизни и вспомню что мы прикололись когда однокурсника мем такой был что всех старых называли диван потому что сочи встречался мне 16 и лишь и 7 этим а этим ну мишель по-моему 18 было аджики на 21 наверно было ну и все вы малявки должны были топать на диванчик за и за и я тебе не буду ничего отвечать потому что там я уже все сказал все давай спасуши а лишь а в первую очередь как только нас увидела начала улыбаться насмехаться потому что она знала наш реакцию все знали какая будет реакция то есть мы с дашей не в москве говорили то что на диване мы спать не будем придется я могу заплатить что дима просто не спали не нас режиссеры поселили в один номер зачем потому что мы недолюбливали их они недолюбливают я был сводником и в этом срачи еще чем не смешно типа ну конечно же если мы первые приехали когда мы были еще в москве и нам сказали ну вот вы будете жить четвером мишель сказала ну все что это будет просто я буду продолжать смотреть ролик где вы смотрите спасибо огромное ну ладно можешь выйти хотя бы отсюда я переднялась антон можно я это на дочь фонарь ну а остаться привет сейчас жду просто я я и я и я и я прошу что я и я прошу что вот я лег приехал и проснул что Мы тут все приехали, мы три часа начали забирать. Убирай, где же маленькие. Пофиг. Размер, ровни, самая... Да, главное, вот. Меря, главное, две кровати где? Две кровати, да, это вообще... Вам не привыкать. Что? Ты видел сейчас Мишель, лицо, Мишель и Даша, они просто выходят? Маш, кавери! Они выехали раньше, часов на 12. Окей. Мы в этом не виноваты. Мы в этом не виноваты. Да, типа. Почему так? Потому что там 4-местный номер, одна кровать, как у вас, и, как я понял, один диван. Так как Олиша и Кристина приехали первые, они спят на кровати. Ну, это логично, я бы тоже так сделал. И ты бы так сделал. Чертва. Не знаю, я как рад, что мы на кровати. Почему мы приехали от Пуцар? Мы ждали месяц, чтобы спать на диване 10 дней. Я не вожу. Ты понимаешь, мы приехали, они решили нам туда строить, забастовку. Да, у меня все равно, я не путаю ни с кема. Просто Мишель говорит, я буду спать с Володей. Я не хочу, чтобы как в прошлый раз он потом с ними уехал и с нами не общался, из-за того, что думал, что мы придурочные. Спасибо. Спасибо. Это песня Мишель, которая, ну, уёбская. Ой, я забыла, что мы снимались. Ну, смотри, на тот момент мы так думали. Я во всей этой ситуации оператор, который снимает девчонок в кровати. Ну, я тебе говорю, как-то я в тот момент думала. Мы, типа, очень сильно ржали над этой песней. И Алиша, ну, меня добила этого момента. Каждый вечер на диване люфт. Что, на кровати твоей нету? Ты понимаешь, там дали два четырехместных номера. В одном из которых живут четыре парни. Понимаешь, почему они могли дать номера с черепельной кровати в моем время? Таких нет. Смеялся тот, кто смеется последний. Вы какие-то крестьяные, что язык сон. Доброе утро. Сколько я спал? Почта два? Что нужно будет сесть, Герман заступает. Супер. Да. А то я виновата. Да никто не виноват в этом. Я не виноват в этом. Просто не понимаю, почему я так всегда. Да не всегда так, Герман. Да. Ты понимаешь, что эта пи***ь мне дала многое. А мне все равно. Ты понимаешь, что ты для меня умер. Мало того, что ты за моей спиной все это делал, ты с ней встречался, ты ей писал такие слова, я бахуя. Я когда услышала, я думаю, не бахуя парень. И потом, когда я узнала, что это ты мне вновь не так, Голи, боже, ты мне никогда зубы такого не кусал, никогда. Я помню, я всегда перечитала в нашем переписке. Никогда. Вот смешанные чувства, раз уж смотрим, надо обсуждать. Врусно. Нет. Я про другое, что даже не знаю, правильно сформулировать ощущение, что, грубо говоря, с одной стороны, ну, как задумка, да, такой а-ля Дум-2, оно, ну, прикольное, и оно подразумевает как раз-таки самое что-то такое искреннее, чтобы вы, допустим, на показ бы не сказали, говорить на показ. Но сам факт, когда включается камера, и ты об этом знаешь, и говоришь об искреннем, сразу же начинается актерская игра, которая по качеству немножко, как бы, такая, ну, как бы, ну, ты же знал, ну, вот, вот, какой-то такой, вот, как будто бы вынудиловка вот сейчас сказать, что-то такое сокровенно. Ну, не знаю, по-моему, тут я вот, ну, типа, судорезка нет, ну, типа, знаю ее вообще конкретно. Ну, у меня, короче, сложно понять, ну, грубо говоря, может быть, я просто человек такой, если бы меня бы я увидел, что снимают, с одной стороны, если бы это было бы реалити, я бы, естественно, наоборот, ну, играл бы по правилам, то есть говорил бы искренне, ну, то есть то, в чем, как бы, корень проблем. Ну, ну, я тебя слушаю. Ты говорил ей, что ты ее любишь, ты говорил ей это, да ты мне это не говори, как можно было вообще так сделать? Мы проехали к половину пути, сейчас мы выехали в 6 утра, сейчас 4 часа дня, прикинь, мы проехали только в 10 утра. Грубо говоря, вот мы с тобой сремся, если, да, ну, представь, начинаем там, типа, ругаться, и тут включается камера, и мы продолжаем ругаться. Да, мы ругаемся, но мы уже ругаемся на камеру. Но она же не видит, что камера включена. Видела, сейчас, какой ты точки снимала? То есть под автомобилем там вообще они стояли очень далеко, потому что эта камера подъявила очень сильно. Ну, я знаю, что туплю. Потому что мы обычно такие ракурсы выбираем, чтобы показать, что камера скрыта. Ну, если это было реально скрытой камерой, давай я искры. Это что-то, это персона? Письмите позже, Маш. Да, мы приехали сюда, вырвались, так сказать, на один день. И это было круто, и это пролетело вот так, но мы успели сделать очень много, очень круто саживаясь. Мы саживаясь только. А чего они ушли? Ну, потому что они были именно в танцору. Не хотели продеваться, да? Ну, не то, что не хотели, они просто как-то втроём снимали эти танцы, и как бы, да. Но они ещё параллельно просто в Тодосе работали, поэтому... А Макс тоже в Тодосе? Да. Он, если что, только вообще недавно уволивался из Тодоса. Куда. Мы просто засняли так. После еды. Окей, стальте. Ну, красавчик. Дой, что работает. После сна. До сна. Мы как-то были музыку включить, а то мы как булочки. И да. Обратно в Москву. У них концерты были, они работали, они не могли. Ага, это всегда. Ну, как всегда, только в миллион раз больше. Поэтому, да, нас сняли много круто, и, блин, это нереально заряжает. Когда меняется локация... Ну, такая локация, извините, так заряжает. Раз, два. И вот эту, да? Которая? Да. Вот видишь, танцоры, да? Ну, вроде бы тоже те же актёры. Но они же снимают, и снимают то, что умеют делать. И это, ну, большим спросом пользуются. Почему актёры такое отношение к платформам, типа, TikTok и так далее, Instagram? Вместо того, чтобы снимать, пользоваться возможностью творчеством открытого... Знаешь, почему? Потому что актёры ленивые. Им роли подавай, и гонорары, и так далее. Это, типа, всё для блогеров. Вот. Доброе. Бу-бу-бу-бу-бу. Как сложно с тобой здесь снимать. Давай. Готов? Да. К нам подходит Ева, мы начинаем мило разговаривать. Мы такие, Ева, что случилось? Это почему-то такая грустная. А вы что, не знаете? Мы такие, а что мы должны знать? И она начинает всё рассказывать. И мы понимаем о том, что эта поездка в Сочи началась очень интересно. Ребята, у меня был просто максимальный шок. Я вообще этого никак не ожидал. В итоге мы обо всём этом узнаём. Естественно, вот так вот просто... Это был первый момент шока за день. Я бы не сказал, что он, кстати, зелёный, и что он сильно изменился. Просто прическа не привычная. Ну, он такой прям... Ничего вообще. Как это? И что происходит? Но это не конец. Мне только кричало. А что это грустно, Мишель? Да, ну так. Ничего, кричит, помогать вам с тобой. Это чё? Я не могу с тобой. Она такая была. Ну, она такая. Давно она уехала в Амель? В декабре будет два года. А это когда я снималась? Это же два года назад снималась. Два года назад. И она потом зимой уехала. А это какое время года? Это сентябрь. А, то есть я не от сняла, и она уехала. Это всё из-за тебя, из-за кровати. А, так я заложила. Я не знаю, что я в этой ситуации. Потому что... Да, я говорю, как в принципе. Ну, потому что нас не предупредили о том, что будет так. А на кровати будет спать тот, кто приехал первый. Ну, мы могли вчера приехать, мы бы заняли кровать, раз так, правильно. Ну, да. Нет, 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 нам нужно было изначально сказать, что там одна кровать. Нам сказали, что окей, вы будете жить в четверг, в одной комнате. Это уже не особо прикольно. То, что там одна кровать, нам об этом вообще не сказали. И это не честно. Когда я спросила, окей, как мы будем выходить из этой ситуации, мне ответили, что ты можешь снять себе сам номер за 190 тысяч. Просто, если бы я приехала первой, я бы тоже на кровать. Ну, да. Я бы тоже. Что, делайте просто, блин, ну, честно, слонарных, давай. Да, так как сегодня? Один человек спит сегодня на кровати. Нет, 4 дня. Да, так как, мы все предложили так девочкам, они сказали, что так нечестно. Они не хотят у тебя. Нет, мы двое ехали на машине, я хочу спать, давайте выехать там еще обратно на машине. Короче, вы там раскрутили, мой нух. А по мне это уже честно, ну, типа, где честно? Что? То, что ты говоришь, то, что ты говоришь. Ты говоришь, как младшие сестренки. Ну, типа, знаешь, по 4 дня, типа. А, нет, мы не будем, нет, мы не дадим. Как, знаешь, младший дразнит, пока старший не психолеты, не врежет, он дразнит, типа, смотри на Алише в лицо. Меня не били. Смотри на лицо, типа, сколько они еще протянуться. Ну, да, мы реально попаны, типа, дядя. Ну, блин, спать по 4 дня? Нет, не будем. Ну, типа, на кровати, ты что за бред? Кровать это, ну, как, типа, ну, что-то из разряда личной вещи, ну, типа, спать по 4 дня, ну, это мы какие-то грязные, или мы какие-то грязные. Обещался ли, что я всегда буду за тебя? Вот именно, можно как-то поддерживать уже, начать? Ты все правильно сделала. Надо их было еще на балкон поселить. Тогда вообще вопросов бы не было. Ну, так, вы предложили компромисс, они не хотят, они скажут, что так нечестно. И сейчас я вообще с ними считаться буду посетать, да? Ну, смотрите, мы в номере в составе сейчас? Я тоже не крайне восхитительно рад. А вся проблема вам вдвоем спать, я тоже не хочу. Чан, давай просто с тобой ляжем и все вместе. Я выстрел, у меня вообще кайф. Я знаю, что тебе кайф. Ну, кстати, Чана милашка. Наконец-то! Мне бы тоже было бы кайф у тебя вместе. Они сейчас просто истык. Некрестык. Чан, можно здесь? Фух, наконец-то. Мы ближе к... Мы еще не простое, да? Да, мы на Дону. Можно, пожалуйста, шесть креветок? И знаете, что самое главное? Снимаешь? Снимаете? Милкшейк. Нет. Ну, мы еще встречались. Ну, она. Я очень интересовала. А потом как с тобой переспала? Какие-то мы встречались? Они встречались. Позавчера бы ты с ним переспала. Потому что он сказал, что вот, все классно, все классно. Я такая, ну, я больше не знаю. То есть ты этого принимала не как просто потрапочка? Да, я тоже так вроде как раз не принимала. А потом я узнала и... Она такая, ну, как только все наладилось, я хотела тебе сказать. Зачем это рассказывать, когда ты это начинала? Подожди. Он сказал, что когда между вами все наладилось? Да. Он бы сказал. Логично. Абсолютно. Это, короче, это логично. Объясню, почему так меньше взрыв был бы. То есть, в этот день Ева находится в жуткой депрессии. Она просто убивается, и он такой, кстати, еще, и накидывает ей. Она бы вообще вздохнет. Потому что это просто очень тяжело вынести психологически. Когда Ева сказала, что позавчера он типа с ней спал, и он наговорил ей много там всего, я понял, что он ей говорил. То есть, он, ну, наверняка ей говорил про то, как он ее любит, как она ему дорога. Я ему верю. Я понимаю, что он может это чувствовать. И, как он сказал тогда в комнате, то, что Ри я рассматриваю с точки зрения девушки просто, а Ева с точки зрения человека, которым он дорожит, там... Где отличие? Четыре жены. Может, недели, вторых, следать, четырк. И потом, наверное, опять. Да? Да. День, вторых, следа? Полутор. Ну, типа супер. Любят, а я его вообще полностью понял, поэтому я за него и не считаю, что там кто-то виноват, кто-то прав. А когда у нее все нормально уже становится... Я вообще не знаю, 13 минут она сказала в моей квартире, напротив меня она его сделала, так и начала рассказать. Она спокойно прямо? Ленина, Влад, он славал. А, уличка, хорошо. Влад, Влад. Там такие вафли с ягодами, там такая пицца, там еще был один бар на пляже, и там такие сырные шарики, картошка, ну, это, ну, лучше уже не будет. Я снова хочу в Сочи. Там уже был? Нет, я уже хотел. В комнате, ну, когда у нас диваны приходят в комнату, там они начнутся, там трусы, братья не лежат. Да, там трусы, и они уже постирали свои бельки. Слева прям мишель, справа джакель. И вот так просто... Ну, так я говорю, сейчас я уберу, Дашь, что проблема. Нет, ты не сказала, ты говоришь, что они лежат, типа они там вылежат, я сказала, что потом они выбирают в комнату и включают мою песню. Я вообще не понимаю, зачем надо было селить нас четвером, когда Мишель съехала с нашей комнатой, все стало отлично вообще. То есть мы нормально с ней общались. Короче, до этого сезона мы с Алишей всю жизнь жили вдвоем. И потом, когда Мишель пришла в нашу команду, ее подселили к нам в комнату, потому что у нас была большая комната. Ну, ты знаешь, как я отношусь, к шумным, неряшным... А, ты мне рассказывал. И у меня, короче, у нас было какое-то собрание, и у меня так сгорело очко, что я вот на собрании прям на Мишель вылила вот все, как она меня достала. Ну, сейчас с Мишель вообще нормально общаюсь, типа это окей. Но в тот момент, как она меня достала слушать своего Рава Мюзик по утрам, что она приходит в шесть утра, она меня не дает спать, и вообще она меня раздражает. Типа была, я на нее это все вылила, она, короче, офигела и съехала. Ну, Роману? Да. Не убежал. А как она тебе ответила? Ну, она мне чуть-чуть начала отвечать. Я говорю, нет, ты меня бить! Ну, короче, я на нее просто наехала все такие... Крис, это было жалко. Я говорю, мне все равно, слава богу, она съехала. Окей. Понимаешь, да, я всегда... По этой причине, когда мы говорим отбой, я убираю телефон. Понимаешь, что же я всегда такое была. Мы жили как бы вдвоем. Это именно мы просто не можем жить вместе. Зачем надо было нас селить четвером, если мы не сами вместе? Вы постоянно первые все начинайте. Это факт. Это ведет все абсолютно. Вы ведете себя как крыс. Вы как Джерри, да, что там у Джерри? Вы как Джерри. Мне это напоминает там у Джерри 2 на 2 только. Идет все. Да, Лиш? Ты согласна со мной? Нет. Мы приезжаем сюда просто псы. И что, клады? Которые строили, львы. Нам, нам, клады, львы. Кристика со своей просто капюсиной. Их, коль, коль, коль. Ой-ой-ой. Что? Вы будете с вами? Я, 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 я. А ты веду свое лицо? Мне кофе. И что? Что тебе? И что? И что? Красивая улыбка. Крысы, лицемерки, токсичное поведение, конечно. А Даша... Есть еще обзоры тиктокеров. Это вот как раз мы говорим, типа, крысы, лицемерки, кофе. Это про то, что мы с тобой смотрели. У вас иммунитет, да. Крысы, лицемерки, токсичное поведение, конечно. А Даша с Мишель, ну они... Ходить, включать в Love Online, ведь? Прям на крысы. Да, да. Друзья, я не знаю, типа, Степка, лучше. Нет, я понимаю, что мы с вами дружим. Мы с вами не дружим. Я всегда очень хорошо относилась к Калише и Кристине, несмотря на то, что я видела, как они относятся к Мишель. Но после сегодняшнего дня я увидела прям настоящее лицо Кристи Краем. Это пранк. Вот с чего все началось? Это что? О, Кристи Краем. Это пранк. Вот с чего все началось? Это что пранк? И орать на всю комнату. Нельзя спросить, это что пранк, человек? Нет, но я всегда очень хорошо. Там интересно, смотрели-то? Ну да, наверное. А что я ничем не говорю? Я не помню. Ну типа, они за меня насчет тебя, я не знаю, окей? Что за суждение? Это байк. Я без проблем буду спать с Тимом в одной комнате, на диване. Мне все равно с кем угодно, но не с ними. Изначально этот канал был из-за дивана. Часто говорят, что они хотят с нами жить, но разве будете жить на другом диване? В чем логика? Если бы я знала про диван, я бы вообще не поехала. Можно вот так сделать. Если Тим с Володей просто будут на диване, а вы у них в номере на кровати. Не, мальчикам вообще нормально. Все, ну типа, мне кажется, им больно. Мне кажется, я не рада, что где-нибудь он делал поцелет. Лишни, что они всегда любят всегда так? Они всегда на всеми рохнут, типа, это норм. Это не норм, это токсичность. Вы скажите, об этом нормально. Мы говорили в стол. Просто не надо начинать. Просто Степа нас очень сильно любит. И типа в любой ситуации, как бы. Да-да. Всем спасибо за обед, с вами был очень приятный парень. Спасибо. Пока. Все. Знаешь, на что вы обратили внимание? Ну ладно, потом скажите. Просто он, да, похож. Это ничего там, не какое-то этот. Просто... Что в этом такого? Почему? Что я такого сказала? Может быть, у нас сегодня были настроения... Это нормально. Мы идем в нашу тепленькую постель, вы спите здесь как по-моему. Это настроение, это просто... Это настроение, это просто... Это натура такая. Я вот посмотрю. Нет. Нет. Нет, они не похожи. Они крысы по-натуре, они крысы по-натуре, и все. Они очень похожи. Они крысы по-натуре. Они получили свою популярность вот так вот. Я когда увидела этот кусок, меня так взбомбило. Казаха, они получили свою популярность вот так. Зай. Я работаю с 2018 года. Окей. А прикинь, мы сейчас пересмотрим. Кто-нибудь нарежет куски, будет задаваться разметиться и конфликт возродиться. Ну нет, типа мы сейчас нормально общаемся, но я тогда тоже говорила, что я работаю с 2018 года. Я полтора года работала до Иксо, фигачила тикток, у меня было больше всех. И когда просто я узнала, что они получили, у меня все, у меня сорвало жопу вообще. И просто... У нее нет короны на голове, у нее нет звездной болезни. Иди сам... Киса, у тебя была звездная болезнь. А вот что, она набралась в аудиторию до того, как приехала в УСО. И когда приехала в УСО, все уже знали, это лицо. Ну, просто... Присали. Что вы уже совсем краю? Постоянно подновить людей, тебе не засыпать. Да. Конечно. Ну, опять же таки, говорю, что это было после видео в YouTube. Ну, нашего, знаешь, которое мы смотрели. И там просто... Все, хватит гнобить людей. Вы такие, да что? Ну, кстати, мудро поступил. Он с ними поговорил, по-взрослому, нормально, попытался их успокоить и пошел ставил вам пизделей. Что он не стал на вас маленьких гнать при них, что вы типа да, а он наоборот за вас заступился, тем дал понять, что типа будет ну так, а пришел и вам вставил. Просто в те дни он нам вставлял каждый день. Каждый день. Судя, мало вставали. Я просто смотрел, чего там надо. Ну, что все поймут, что они плохие, мы хорошие. Это случилось? Ну, да. Нет, они тоже идут в перебор, когда начинают дать кроватку. Я им уже сказал. Я к вам подошел, спокойно сказал. Так же спокойно сказал. Я вообще там спокойно сказал. Вы что? А ты, Маша, говорил об этом? Или она узнала? Нет, Маша говорил, говорил. А, на чем? Угу. Странно. Как это, конечно. Маша говорит сразу, а не. Маша сразу, потому что я отпустил и позвонил, рассказал об этом. И я говорил, обрадовался. Я не смотрел. Это просто выходище, просто обсасывание. Маши два слова скажи. Ну, что они там мулят. Нет, что-то про Машу. Ну, что типа он сказал, что он любил Машу типа полтора года. И вот благодаря Риточке ВиВи, на меня смотри. Что типа Риточка, короче, он не любил вот эту Риточку ВиВи. Что когда он начал встречаться с ней, она помогла ему разлюбить Машу. А его он вообще никогда не любил. ВиВи, это та же, с которой потом он отъевок не любил. Да. Что типа Риточка ВиВи, когда он начал с ней встречаться, помогла ему разлюбить типа Мари Сэн. А его он типа очень никогда не любил. Ну, они вот это обсасывают. Да, я говорю, прям в лесу, мне что-то не нравится. Мы с Володей такси. Хочется. Хочется спать на полу. Слушай, мы не будем спать, что он на диване. Мы здесь будем спать, Володь. Мужик, люблю тебя. Типа, это всё, старое. Давайте все вместе можем думать. Просто можно мы сюда свои вещи положим, а вы типа на диване, но мы можем тут все вместе спать, правда? у нас нет серьезная мы приехали у нас реально был скандал только что и я рассказал что мы решим конфликт так что мы не сказали что поговорят с тобой но видимо с тобой еще не просто самый лучший ребята мы слезах срочно дайте нам кровать мы поругались тут просто не варит девочки нет ни варианта вообще сегодня приходите диспетик день с забора но нет дим оказался более лояльный к нему я согласился с ним и мы приняли девчонок не то что приняли мы одарим свою кровать мы с тимом спим в каких-то теперь ну кстати я один раз по диване могу сказать что он вполне себе удобный ну конечно же спать и на нем не буду хотел узнать что сказать что несмотря на то что объективно абсолютно естественно вы не правы но на что мне очень почему вы не про подожди ты понятный потом мне очень нравится что я это уже замечала не раз что по результату то что получилось вы вдвоем в огромной комнате на кровать и вот это вот качество ну я в тебя замечал и вот это вот знаешь типа моё мой кусок я дам и это очень круто почему мы не правы там же я сразу сказал что все решается двумя способами первый вы приезжаете вы дожидаетесь ну ребят вы можете лечь на кровать на сюда приезжают ребята вы садитесь говорите дамы младше мы готовы поспать на диване но было бы круто если монстр кис все причем тут возраст как причем вот причем мы приехали все вместе не вообще плевать кто там старше причем тут вот в этом ряде чего возраст вот мы все втроем с мишель одинакового возраста я тебе объясню почему объясни почему вот причем тут возраст смотри как должно было быть сейчас только дослушай до конца вы должны были сказать что мы вам ну даем вот все спите на кровати вы старше они должны были сказать ребят мы сделаем так поспим 4 ночи потом мы сидим на диван и вы тоже поспите на диване знаешь как это называется есть очень простая истина старших надо уважать младшим надо уступать причем тут возраст вообще я не понимаю ну все ладно вот ну вот как я никому я тебе объясню вот ты меня сутишь по возрасту вообще дело в споре и какая разница они могут быть старше но не умнее окей почему мальчик открывает уступают девочкам почему кто ну что с чего вдруг так ну тоже сам потому что саша нет окей я не буду теперь так разве нету никакого смысла ты просто просила мне эти говорю как делается окей если мы были все одинакового возраста все равно ну как бы типа кто по дня это так это я не хочу тебя убежать то что есть разные как бы понимаешь мы ехали 26 часов мы приехали очень рано мы легли спать и мы вот ехали вот в машине вот так вот спали знаешь я не хотела спать ты хочешь меня убедить ну я просто говорю что судить я себя кровать это не хочу это это я спросил если тебе интересное мнение неинтересно но мы как джентльмены уступили им потому что мы джентльмены все-таки зато мы спали с ладом кошин у нас было трое в нашем номере это было просто чудесно это вы наш вот человек который вот просто ляжет спать и все ему вообще все равно гащи чуть харпел но но чуть-чуть чуть чуть конечно мы девчонок своих пустим влад уехал к алису кристина свое крысиное королевство как именно ну мы просто реально очень типа сильно дружили с владами нас было прям конфа влады какой немного и поменялась ливная крыса еще ну да у нас было крысиное королевство и мы были в трое мы смотрели в трое крысы но единственный минус это самый самый плохой то что она не включила песню и все вы хоть сказали про проект вот этот про трек реально очень жестко я ничего я пошла в комнату и начала слушать трек мишель я им сейчас сказал я вас тоже говорю и их тоже на это был офигенный ход поселить вас четвером потому что просто сделали шоу мы не дур мы же не дур мы не дур ну это сентябрь и было очень там не было ни одного холодного дня прикольно прикольно ну да я не поменял тебя и не променял ну не жаль ты рассчитываешь что посвящай другую девушку и ты сможешь быть сам на самом ты мне очень дорогая и важна ты мне нет ты упал в моих глазах но я перестала быть тем другим человеком я тебя не люблю можно закрыть дверь никит закрыли закрыли мы забыли главный я подниму это это делаешь хочу избить тебя что я тебе сделала так вот да я хочу сбить несколько минут назад сказала что я знаю что было в этой машине а может быть я боялся этому признать дело в том что его не все говорил что они с кем не будет спать если она никого не полюбит ты мне дорога мир перевернулся после того как мы с ней расстались и никто да смысл эти никто ты мне дорога я скажу подведу итог после просмотра метров что мне кажется понятно почему это было очень удачный шоу потому что смотреть реально интересно потому что мы посмотрели две серии два больших инфоповода типа но нефа повод как называется конфликта то что типа у них вот тянется у вас тянется классная поездка классные герои особенно потому что я всех знаю ну и вообще сами все ребята все разные харизматичные а когда их что знаешь что из что это было два года назад интерес вот поэтому я думаю особенно среди блогеров неволе говорил что спрашивал нет смотрелся реалити типа когда я только с тобой стал общаться и я такой типа нет и я спросил что это такое он говорит что вот в эти свое время за счет этого шоу типа круто хайпанули поднялись было очень интересно ажиотаж я представляю что вот если бы сейчас топовые как бы какие-то блогеры вот тоже такой же сняли это вызвал большой бы интерес и не исключаю что мне тоже было бы это интересно я бы посмотрел потому что сейчас я смотрю я не могу сказать что мне интересно даже то что из какие-то элементы такие типы но эта часть шоу поэтому что прикольно я бы даже дальше потом посмотрел плохо наверное было только знаешь что с точки зрения другие что нету затравки на следующей серии то есть если бы я знал про что вы следующей серии конфликт я бы тогда мы с большим интересом было еще бы хоть как все будут оживать чтобы не но это как бы понятно что там что-то возникнет но когда тебе дают затравку и на самым интересным обрывают то ты такой блин сейчас как бы я такой как будто бы . поставлен такой ну потом еще продолжим смотреть на эту так уже короче прикольно ты мелкой так чё там чат пишет осуждение кто-то отмечали так давайте больше с вами нам впервые вместе с вами заценил это смотреть интересно до 54 человек спать пошли за эту школу крис красотка весенний так этому что отмечаю что сняли сезон отмечаешь закрыли проект что отсняли последний сезон или отмечаю что закрыли проект искал закрыли сезон крис передай привет тим костный а твои а и ясный гнор я люблю тебя когда приближается сезон уже приближает вот кто первый туда спит на кровати факт ну я вообще понимаю в этом раньше приехали нас даже вопросов не был ну раньше и раньше все супер спинту бойся мы первые уже поспали на этой покарате уже помылись в этой ванной должны идти на дивану это бред запишет дана спашили что чё короче еще хотим рассказать тренировка в 10 мне поэтому не спать уж 0 10 так ребят всем пис этом кто подключился не сначала смотрите это на ю тубе у меня выйдет не может 345 10 20 30 40 все давайте всем спокойной ночи еще будем смотреть до конца все сезоны я узнаю все и про ее ты знаешь все сезоны я вам все